Друзья, пришел автовоз, под завязку загружен Lada Vesta. Здесь практически все кузова, от седана до универсала SV Cross. Вот это седан, кто не знает, вот это вот универсал SV Cross. Не хватает только кроссовой версии седана. Ну, думаю, она появится чуть-чуть попозже. Теперь под капотом у Lada Vesta на выбор два мотора. Один 90 и мотор 106 л.с. 90 устанавливается не только в Vesta в новую, но и его ставят в Lada Granta, а также в Lada Largus. Как себя 90 покажет на Vesta, это мы посмотрим со временем. Сейчас же хочу ваше внимание обратить на то, что изменилось в новенькой Vesta. Это, конечно же, здесь мы видим новую светодиодную оптику. Дальше мы видим на задней оси дисковые тормоза. В любом автомобиле, без исключения, теперь есть система ABS и есть кондиционер. По комплектациям, самая минимальная комплектация седана называется Comfort. Она будет на стальных 15-х дисках. Вот этот автомобиль. Комплектации повыше уже оборудованы литьем. По цене Comfort в минималке стоит 1 миллион 239 тысяч 900 рублей. В общем, 1 миллион 240 тысяч. Цена за Comfort на стальных дисках с неокрашиваемыми ручками и боковыми зеркалами. Здесь же ручки окрашены, боковые зеркала окрашены. Значит, этот автомобиль с дополнительным пакетом. Он вроде называется Пакет Плюс. Туда входят теплые опции. Подогрев сидений, подогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, подогрев заднего стекла. Плюс сидения водителя с лифтом. Есть подлокотник переднего ряда. А также там еще что-то есть. Вылетело из головы. А, да. Там еще в пакете Плюс есть задние датчики парковки. В каких-то автомобилях они черные, а в каких-то автомобилях они белые. Не знаю, что за прикол такой. На белом автомобиле устанавливать задние датчики парковки черные. На мой взгляд, они не смотрятся от слова совсем. Вот видите, как раз этот автомобиль. А сверху у нас белые датчики парковки. Вот такие вот, друзья, новости из автосалона. Машины приходят, машины разгружаются. Машин очень много. Автоваз пообещал завалить рынок дешевыми седанами В-класса. Как это будет на самом деле, посмотрим. В этом автосалоне уже огромная очередь. Люди ждут, когда разгрузят им новенький автомобиль, чтобы уехать на нем домой. В принципе, цена миллион триста для бюджетного седана. На данный момент очень-очень хорошая. Как считаете вы? Пишите в комментариях. Ушел в комментарии отвечать на ваши вопросы.